МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольги Пыречкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вышли из сумрака. Почему жители одной из деревень Чебоксарского района так долго ждали электричества? 400 километров за полтора часа Чебоксар и Самару соединил новый авиарейс. Наши в Сочи. 11-летняя жительница Чебоксар выступит на открытии Олимпиады. Для жителей улицы Шоссейной в деревне Маштауши Чебоксарского района наконец забрежил свет в окошках. На протяжении нескольких лет люди мыкались без электричества. Буквально добывали его сами с помощью генератора. Покупали для него бензин на автозаправках и экономили на благах. С подобными проблемами сталкиваются жители других населенных пунктов Чувашии. В причинах такого сложного пути к свету разбиралась моя коллега Ольга Григорьева. Улица Шоссейная одна из тех, что по-прежнему называют новой. Годификация тут состоялась, а вот электрификация сильно запоздала. Люди вспоминают, что участки под строительство местная власть раздавала в начале 90-х. Несмотря на отсутствие электричества, начали строиться. Это сейчас. Спустя три года Станислав Митрофанов заводит генератор, а дело это непростое, особенно в холода, лишь для нашей съемочной группы. Свет полностью. Дом. Все это мы включили. Телевизор маленько смотрели. На телевизор хватило. Полностью напряжение. Правда, холодильник. Не включали холодильник. Без холодильника жили пока. Свет наконец полторы недели назад появился в домах на улице Шоссейной. Но этому предшествовали годы мытарств и обращений в самые разные инстанции. Трижды проводимые сборы с людей за проекты и долгие ожидания. В 2010-м масштабшицы все-таки попали в специальную республиканскую программу электрификации. Появилась надежда, но опять наткнулись на препятствия. Реорганизации Минпромторга, начинавшего программу, поиск денег. А потом при отсутствии должного контроля, судебное разбирательство. Вот. И началась эта бодяга, скажем так. Бюрократическая, в общем-то, она. Выбрали, тендер провели, выбрали подрядчика, подрядчик обанкротился. Успел, правда, подставить столбы. Все на этом. И вот три года, значит, все это велась, вся эта переписка. Словом, подрядчик работы не завершил. Нужно было проложить кабель, подключить электроснабжение к действующей сети, установить счетчики. Терпение масштабшцев пришел конец, и они рассказали о своей проблеме через журналистов на всю Россию. Это ООО СТЭП. Значит, данная организация, получив аванс, не завершила строительством объекта. А без оправых оснований у, значит, министерства, либо любой другой сторонней организации, не было возможности зайти на данный объект. И вот только по решению суда, когда оно вступило в законную силу, это в октябре месяце этого года, было возможно запустить туда на так же самых законных основаниях организацию, которая завершила строительство и дала людям свет. Есть еще два недобросовестных подрядчика, по вине которых хромает республиканская программа электрификации, говорят в министерстве. Более 40 объектов так и не завершены. Контракты с подрядчиками расторгнуты, далее начнутся суды, а в случае выигрыша ждут смены подрядчика и взыскания неустойки, как в случае с организацией СТЭП. Правда, получить деньги с подрядчика банкрота не получится, но в черный список организация внесена. В министерстве рассчитывают, что найти управу на недобросовестных исполнителей впредь поможет новый закон. С 1 января 2014 года новый закон, 44-й о контрактной системе, в соответствии с которым будет возможность отсеивать именно на этапе отборов такие организации, которые уже плохо себя зарекомендовали. В следующем году все те, кто попал под действие республиканской программы электрификации, получат электроэнергию, заверяют в министерстве. К слову, программа должна была завершиться еще в 2010 году. Сейчас объекты потихоньку уводятся. Деньги на это в бюджете предусмотрены. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика. Про это учреждение в России складывают анекдоты и одновременно боятся. Речь о налоговой. 25 и 26 октября можно будет лично убедиться, что там не кусаются, даже наоборот, помогают. В эти дни во всех налоговых инспекциях России, в том числе в Чебоксарах, пройдут дни открытых дверей. Если у вас есть автомобиль, земля или, к примеру, недвижимость, другими словами, имущество, то кроме подоходного налога, то есть НДФЛ, вы должны платить налоги, которые так и называются, имущественные. Оплачивают их на основании уведомлений, которые налоговая рассылает гражданам. Специально для тех, кто такой документ получил и в связи с этим возникли вопросы, в налоговую устраивают день открытых дверей для физических лиц. Хочу напомнить, что в соответствии с законодательством сроки уплаты налогов установлены по транспортному налогу не позднее 5 ноября 2013 года, по земельному налогу и налогу на имущество 1 ноября 2013 года. Именно поэтому в конце октября налоговые органы и проводят дни открытых дверей для того, чтобы помочь гражданам исполнить свою обязанность по уплате налогов. Тем, кто придет в налоговые инспекции, наши специалисты расскажут, кто и в какие сроки должен уплатить налоги, какие ставки, какие льготы используются в конкретном муниципальном образовании и ответят на вопросы по теме налогообложения. Кроме того, на специальных компьютерах посетителям предоставят доступ к онлайн-сервисам Федеральной налоговой службы. Также всех желающих зарегистрируют в сервисе личный кабинет налогоплательщика. С помощью такого кабинета можно узнавать о своих задолженностях, получать и распечатывать уведомления и квитанции, обращаться к налоговикам без личного визита в ведомство. 12,5 миллиардов рублей – общий консолидированный бюджет здравоохранения. Бюджетные средства плюс средства обязательного медицинского страхования. Из них доля платных медицинских услуг на сегодняшний день составила 450 миллионов рублей – менее 5%. Однако рост цен на платные медуслуги оказался заметным – в некоторых случаях в полтора раза. В денежном эквиваленте цифры не столь пугающие. Платные процедуры у нас по-прежнему одни из самых дешевых в Поволжье. В медико-математических расчетах разбиралась наша съемочная группа. Средняя стоимость платных медицинских услуг определяется с помощью нехитрой арифметики. Складывается стоимость процедур в государственной больнице и в частной клинике, и делится на количество участников. При этом рост стоимости платных медицинских услуг в последние годы в Чувашской республике самый низкий по сравнению с другими регионами ПФО. Если в соседних регионах цены уже были подняты в последние 5-7 лет, то у нас они очень долго держались на уровне последнего десятилетия. Если мы возьмем медицинский массаж, который мониторировался, в структуре роста цен, по данным госстатистики, звучит, что возросла цена на 50%. При этом средняя цена массажа, который мониторируется, это 95 рублей. Понятно, если она возросла на 30 рублей, опять-таки это очень средняя цена. Массаж – это очень средняя процедура. То есть есть массаж воротниковой зоны, есть массаж головы, есть массаж отдельной руки – это усредненные цифры. Если взять все платные услуги, то 60% приходится на стоматологию. В республике большое количество частных клиник. В доле платных стоматологических услуг много косметических процедур. Брекеты, отбеливания, улучшенные пломбы. Но это не говорит о недоступности государственного сектора стоматологии. Государственное регулирование цен сегодня возложено на государственные лечебные учреждения. Там все услуги строго сертифицированы, стандартизованы. И все цены на услуги в государственном секторе, они утверждаются Министерством здравоохранения. Все, что касается цен на услуги в частных учреждениях, то это рыночные цены. При этом государственные услуги готовы покрыть сегодня тот объем, который необходим населению. Платные услуги не подменяют бесплатное здравоохранение. Ольга Пырочкина, Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Поскользнулся и упал, очнулся. Гипс. Подобные ситуации наверняка оказывались многие. Однако не всегда переломы случаются по такому сценарию. Иногда это происходит буквально на ровном месте. Но это только на первый взгляд. Причина может быть в болезни под названием остеопороз. Сегодня и страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50. 20 октября более 90 стран мира провели день борьбы с остеопорозом. Чебоксары не остались в стороне. Девиз Всемирного дня остеопороза – сильные женщины делают женщин сильнее. Более 80% страдающих остеопорозом – это женщины, вступившие в период менопаузы. Где тонко, там рвется. Пожалуй, эта народная мудрость точно описывает болезнь под названием остеопороз. По данным специалистов, только в нашей стране подвержены переломам более 34 миллионов человек. В минувшие выходные в Чебоксарах прошли сразу два мероприятия, посвященные проблеме этой безмолвной эпидемии. Одной из них – научная конференция. Докладчиками были сильные женщины из Москвы, Казани и нашей республики. Открывал конференцию советник главы Чувашской республики Николай Николаев. Болеваемость Чувашской республики по остеопороз до недавнего времени была не очень высокой. Это говорит о том, что, к сожалению, страдала диагностика. И то, что на сегодняшний день мы уделяем такое большое внимание этому заболеванию, это говорит о том, что мы поменяли свое мировоззрение. В Чебоксарах специалисты собрались не случайно. Ваш город передовой. Передовой. И меня это очень радует. Очень многому мы учимся у вас. Вот в Центре травматологии и ортопедии. Приезжаем, обучаемся. Школа стопороза у вас проводится. Это тоже ваше пионерское движение. Если доклады на конференции предназначались в основном для профессионалов, то мероприятия в Центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования целиком посвятили пациентам. Чтобы о здоровье начинали думать с молоду, в Центре провели конкурс детских рисунков на тему «Пусть всегда будет мама здоровой». Всем участникам были вручены дипломы и памятные призы. А звезда опять повисла за окном. Ну а работа по выявлению болезни начиналась прямо на входе. При помощи специальной программы проводился подсчет десятилетнего риска переломов. Ведущие специалисты республики объяснили гостям, Если вам больше 50, то любая неясная боль в спине, искривление позвоночника или потеря роста требует пристального внимания. И без помощи врача остеопорос не победить. Женщины и мужчины в возрасте старше 50 лет должны получать не менее 1500 мг пищевого кальция. Посмотрите, если вы ежедневно будете съедать полпачки творога сдобренного сметаной, попрошу заметить, выпивать стакан кефира и съедать бутерброд с сыром, вы получите в таком случае только половину суточной дозы кальция. Но в то же самое время кальция один в поле не воин. Без витамина Д кальция не усваивается. Затем от теории перешли к практике. Пациентам продемонстрировали, чтобы заниматься собой достаточно совсем немного пространства и времени. Проводят такие тренинги в Центре травматологии и эндопротезирования не раз в году. В первую субботу каждого месяца здесь работает школа остеопороза. Стать ее слушателем может каждое. Ближайшее занятие состоится 2 ноября. Пилотный проект авиаперевозок в ПФО продолжается. На днях открылся очередной рейс. Самара-Чебоксары-Самара. Все желающие отправиться в древний волжский город отдадут за билет всего 900 рублей. Из столицы Чувашии в Самару самолет будет вылетать каждый вторник, четверг и субботу в 8.50. Через полтора часа в 10.25 воздушное судно приземлится в аэропорту Самары. Вернуться на родину в Чебоксары туристы и все желающие смогут в понедельник, среду или пятницу любого месяца. Вылет из Самары в 12.55, прибытие в Чебоксары в 14.40. Напомним, что половину стоимости билета оплачивает государство. Четверть федеральный бюджет, четверть региональный. Авиабилеты по специальному тарифу доступны всем категориям граждан без каких-либо ограничений. Программа развития региональных перевозок будет продолжена, отмечают в Чебоксарском аэропорту. Провести рейды в столице и наказать водителей, бросающих свои машины на газонах, поручил главам районов чебоксарский городначальник Леонид Черкесов. Сейчас получается очень нехорошая ситуация. Имея машину на миллион, владельцы жалеют 50-100 рублей на стоянку. Так до весны будут испорчены все газоны, заявил глава города, добавив, что именно сейчас им причиняется серьезный вред. Леонид Черкесов призвал провести рейды, опубликовать фотографии нарушителей и штрафовать их не только за парковку в неположенном месте, но и за порчу газонов. Между тем, по данным администрации, частные и муниципальные стоянки заполняются лишь на 75%. На инициативу городоначальника живо откликнулось интернет-сообщество. И вот какие мнения звучат по этому поводу. Интересная мысль. В чем-то он прав. Даже покупая авто за миллион, и более многие не задумываются, где его будут парковать. Всю землю забрали. Или плати, или нарушай. С радостью ставил бы машину на стоянку. Но что делать, если ее нет в шаговой доступности от дома? Прежде чем наказывать, постарались бы обеспечить город этими стоянками и парковочными местами. Нормативы надо менять. При согласовании проекта жилого дома требовать от застройщика создать X машиномест на N квартир. А у людей какой еще выбор остается? В некоторых дворах парковочных мест вообще нету. Люди и так заставляют все дворы машинами. Больше некуда. Не каждому человеку гараж по карману, который стоит как новый автомобиль. Надеюсь, штрафы пойдут на строительство новых парковок во дворах. Место почти в каждом дворе есть. У моего дома почти целое футбольное поле, выделенное для двора, где хотя бы 10%, если заасфальтировать, 7 места хватит, и никто не будет на газоны ставить. Чуть больше ста дней остается до открытия зимней Олимпиады в Сочи. К событию мирового масштаба тщательно готовятся строители, организаторы, волонтеры, спортсмены и даже музыканты. Уже известно, что откроет большой спортивный праздник Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В составе оркестра выступит и наша землячка, ученица Чебоксарской детской музыкальной школы номер 2, юная скрипачка Полина Маркова. Каждый день 11-летняя Полина Маркова после гимназии берет футляр со скрипочкой, смычком, канифолью, нотами и самостоятельно отправляется на занятия в другой район города, в музыкальную школу. Здравствуйте! Здравствуйте! Полина, быстро собираемся, раздеваемся и пошли в зону. Скорее, раздевайся. Семь, семь, семь. Музыкой Полина начала интересоваться рано. И это совсем не удивительно. Мама девочки в свое время также училась играть на скрипке в Чебоксарской музыкальной школе номер 2 у того же самого педагога Натальи Серегиной. В первый раз Полина пришла на занятия, когда ей не было даже пяти лет. Ей тогда едва подобрали инструмент по размеру. Ну вот она пришла, ну попели, похлопали, да что, ну не давайте со скрипкой. Малюсенькую скрипочку я дала, начали вот заниматься. Потихоньку, полегоньку, ну вот так и пошло, пошло, пошло. Все, занимаемся. Сейчас та самая скрипочка стала украшением школьного музея. Висит на стене среди многочисленных кубков, медалей и грамот, завоеванных на самых разных конкурсах. Полина в составе ансамбля «Калейдоскоп» объездила множество городов. В прошлом году ребята выступали в Пензе. Как раз в это время в городе проходил большой фестиваль. Башмец собирает друзей, в котором Полина и приняла участие. Там она прошла отборочный тур. Вдруг, значит, нам присылают уже письмо, что она вошла во второй состав, основной состав. Вот прислали ноты сейчас. Вот мы упорно все это учим, потому что нот очень много. 11 лет ей. Она самая младшая в оркестре. Там будут студенты из училища, из консерватории. В оркестре нет случайных людей. Все дети прошли серьезный отбор. Всего в отборочном туре приняли участие более 500 учащихся детских музыкальных школ и училищ в возрасте от 9 до 21 года со всей России. Юные музыканты уже выступили с дебютным концертом в Сочи. Полина впервые выступала под управлением прославленного Юрия Башмета. Он играет с хорошим звуком, он играет с душой, с чувством. Ему нравится музыка, он играет с душой. В ближайшее время Полина Маркова продолжит плотное общение с маэстро. Ей предстоит много заниматься, репетировать, а в конце октября состоится концерт в Большом зале консерватории и гастрольный тур по российским городам. А в феврале 2014 года скрипачку из Чебоксара можно будет увидеть в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра на открытии Сочинской Олимпиады. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Не хуже, чем в Европе. В окрестностях поселка Сурок в Республике Морел состоялось торжественное открытие реконструированного участка трассы Ишкар-Ала-Зеленодольск. Шесть с лишним километров трассы практически построены заново. С использованием передовых технологий отвечают всем современным требованиям. Сюжет об этом событии смотрите далее. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. С традиционными танцами народа Мари и вручением грамот лучшим работникам и руководителям организаций подрядчиков. Так открывали участок дороги Ишкар-Ала-Зеленодольск длиной в 6 километров 200 метров, строительство которого досрочно завершилось в эти октябрьские дни. Почти 100 тысяч кубометров песчаного грунта, 46,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси и передовые технологии, как гарантия того, что это четырехполосное шоссе прослужит долго, несмотря на суровый климат региона и высокую нагрузку на полотно. Строительство финансировалось из федерального бюджета. Сама дорога, изъятие земельных участков, подготовка территории, инфраструктурные объекты и два моста через Малый Кундаш обошлись в 728 миллионов рублей. Работа была проделана большая, потому что на сегодняшний день работал генеральный подрядчик Дорис. На сегодняшний день они все требования качества не удовлетворяют, поэтому практически постоянно был анализ, лабораторный анализ. Выезжали наши специалисты, практически все брали на качество и пробу анализа, и асфальтно-бетонной смеси, поэтому я думаю, она просто стоит долго в соответствии с теми гарантийных обязанностей, которые несет на себя генпотребственные организации. Дорожники поясняют, высокие темпы строительства были бы невозможны без всесторонней поддержки правительства республики. Было много вопросов по согласованию, в том числе по переустройству участков газопровода, проходящего вдоль трассы, и все они решались максимально оперативно. На эту дорогу в республике возлагают особые надежды. В перспективе она должна стать частью транснациональной трассы «Шелковый путь», проходящей от Пекина до Санкт-Петербурга. Большое будущее у этой магистрали, потому что сейчас же, как вы знаете, идет разговор о «Шелковом пути», то есть соединении с севера и юга, не только страны, а стран Дальнего, Ближнего Востока. То, что сегодня открытие этой дороги – это настолько важное событие для республики. Мы наконец-то воочию теперь знаем, что такое дорога первой категории, которая отвечает всем не только требованиям стандартов страны нашей, но и международным требованиям. Реконструкция трассы будет продолжена по планам в следующем году. Впереди у дорожников строительство объездной вокруг поселка Силикатный. В перспективе эта дорога станет четырехполосной на всем своем протяжении – от Ешкаралы до магистрали М7 «Волга».